Екатеринбургцам показались за кулисье радио и телевидение, но не студии и редакции, где творят журналисты и ведущие, а оборудование, без которого сигнал не попадет в наши телевизоры и радиоприемники. Свердловский радиотелецентр не только открыл двери своих аппаратных для горожан, но и решил устроить праздник дружбы. Кого с кем, выясняла Юлия Анашкина. На старт, внимание, марш! Давать сигнал для этих людей – дело привычное. Ведь именно они доставляют телевидение и радио в дома свердловчан. Телевизионная и радиообещательная сеть свое 15-летие отмечает велопробегом вместе с теми, кого они транслируют на весь регион. РТРС – это та компания, без которой не могут существовать телерадиоканалы. И РТРС – это компания, которая не может без телерадиоканалов существовать тоже. Поэтому мы неразрывно связаны друг с другом. Это праздник просто дружбы, праздник единения. Стараниями эфирных мастеров за считанные годы в Свердловской области удалось создать огромную сеть вещания. Сегодня в ней 36 телевизионных и 34 радиоканалов. С экранов они нисходят благодаря 10 мощным передающим станциям, расположенным по всей области. Сигналы, поступающие сюда от телеканалов и со спутников, обрабатываются и подаются на передатчики, каждый из которых настроен на свою частоту. Передатчики преобразуются в электрический сигнал, который впоследствии посредством фидеров передается в антенну. И уже с помощью этой антенны происходит распространение по всей расчетной зоне. Это, впрочем, касается только аналогового телевидения. Того, которое приходит в дом с помощью простых антенн. В цифровом ТВ все намного сложнее. На один передатчик поступает целый пакет каналов, так называемый мультиплекс. Они передаются в эфир одновременно и на одной частоте. Зрители в итоге могут получать гораздо больше телепрограмм в высоком качестве и без помех. Если на аналог у нас приходит один, допустим, первый канал телевидения, то здесь мы принимаем 10 каналов одновременно. Телезрители могут смотреть сразу 10 программ. На их вкус, выбор. Затем, чтобы сигнал ненароком не пропал, следят инженеры. Эти люди круглосуточно смотрят телевизор. Контролируют сигналы от местных и федеральных телеканалов. Здесь мы видим с обоих ресиверов то, что мы принимаем непосредственно со спутника. На нижних же телевизорах мы видим сигнал уже непосредственно центральный аппаратный, уже с нашими региональными вредскими вставками. То, что видит Теренбург и часть Свердловской области. Система контроля за вещанием постоянно совершенствуется. Это касается как изображения, так и звука. Для удобного контроля звука три года назад инженеры создали специальное устройство. Если раньше им приходилось поочередно включать каналы и в буквальном смысле прислушиваться, то сейчас следить за громкостью каждого из них можно визуально на одном экране. Если вдруг случается неисправность, инженеры подают сигнал по резервной схеме. В большинстве случаев телезрители этого даже не замечают. Порой рассказывают вещатели, чтобы исправить неполадки, им приходится вскакивать посреди ночи или бросать все свои дела днем. Второй монтиплекс, когда его запустили, его запустили полтора года назад. И, наверное, через месяц после этого включения произошел бросок сети питающей. И девушки просто не смогли его выключить. И мне пришлось срочно бросать все свои дела, ехать сюда и перезапускать передачи. Потому что вещание встало полностью. Чтобы телесигнал получало как можно больше свердловчан, в области планируется построить еще 42 передающих станции. А также местную цифровую телесеть. Благодаря ей 98% жителей региона получат возможность принимать не меньше 20 цифровых каналов абсолютно бесплатно. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.